Боже, милости Богу, создавшись Господи, помимо нас бесчисла, мы совершаем Господи, прости и помимо нас бесчисла, благослови. Царю небесны, утешителя души сделаны, и жили здесь, и вся исполняй, сокровища благих, и жизни подателю принеслися вны, и очистены от всяких скверных, и спаси, благослови души наши. Отец наш Небесный, Господь и Бог, и Бог Творец, молим Тебе именем Господа, Бога нашего Иисуса Христа, Сына Твоего народа. Благослови нас, склониться перед Словом Твоим Святым, даруй Господи, чтобы оно помогло спастися нашим душам и душам еще многих людей. Благослови, Господи, тех братьев, которые не с нами, даруй, Господи, нам всем встретить этот прощенный день, искренне быть друг с другом, в друге, в любви друг от друга, что Ты заповедовал Господь. Только тогда все увидят, что мы ученики Твои. Помоги, Господи, нам всем быть единодушными и единомыслами по Слову Твоему Святому. И чтобы можно было нам всем единодушно выйти и прославить имя Твоего Святоя в этом грешном и уже погибшем мире. Спаси, Господи, еще тех, кого можно спасти. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Можно еще поблагодарить Господа, что мир там, людей не убивают уже, на них все. Благодарим Тебя, Господи, за то, что слышишь, что ты мой был. Помоги, Господи, чтобы люди там это осознали и покаялись. Слава Тебе за сердцами, Дух Святой. Аминь. А я же часто говорил, вот помню, о том, что не хотят они еще, до кониции не дошли люди. То проклинают там этого Порошенко, то еще что-то. Каяться надо, надо каяться. Да, а тут показывают, вот буквально перед тем, как перемирие выступило, вот это они там подписали его в Минске-то, показывают мальчонка такой, лет 14. И он ходит там и показывает по Донецку с корреспондентом. Вот, говорит, школа, говорит, здесь вот, говорит, убило, говорит, двоих там, сколько-то ранило, говорит, моя школа, сейчас, говорит, закрыто все, ну, разбомбленное. Здесь двор, говорит, и тут гуляли, это вот наша квартира, приходит прямо, она разбомблена, квартира, все. Живут в подвале с матерью, где-то там. Ну и все, ведет, ведет, а потом. Ну все, мне, говорит, некогда, надо идти, говорит, уже, а то меня мама ждет. А куда, говорит, идти? А вот, говорит, тут не очень далеко, говорит, церковь, говорит, мы, говорит, с мамой, говорит, каждый день, говорит, молимся там, стоим, говорит, весь вечер. Просим у Господа Иисуса Христа, чтобы, говорит, это мир, говорит, на нашу землю пришел. Я думаю, вот, слава тебе, Господи, наконец-то услышал. Мы с ним вместе молим все. Слова, слова, это, слова, наконец-то, духоносные. И показывают, а пойдем, говорит, с тобой, и идут. И там церковь такая немножко, там купол разбитый, крыша. И заходят, и там уже мать стоит, говорит, вот, говорит, мы, говорит, перед этой иконой молимся. Помоги им, Господи, виновь. Стоят вдвоем. С мальчонкой. Есть какая-то, ну, в общем, мальчонка, они тоже молятся в 2 часа ночи. Они, видимо, вот по телефону, по сотовым-то, или замыслки, или что-то посылают, и все встают на молитву. Большое количество людей. Каждую букву и ночью. Кому них же? Каждую ночью. Ну, я не знаю. А, где-то просто есть. Да, где-то просто есть группа людей. Ну, да, к Господу больше никак нельзя обратиться, как только в мольбе. Может быть, нам установить в наше общение, Господь, я сегодня уже плакала тоже. Может, в наше общение установить, чтобы нам какое-то время бы вставать всем на молитву. Но у нас молятся только, может быть, и не в одно время. Вот в одно время просить Господа Бога. Ну, да, это обращение стопроцентное, как говорится, духовное. И вот это и молитвы. Или вот романки, и ветер, и походы, и как-то время бы такого установить, и молитву почтовать. Так, я не понял, ты же подготовился? Нет. Ты Сергею передаешь? Нет, читайте. Подготовился? Что-то я не понял, подготовился ты или нет. Так, Сергей, где мы остановились? 25-25. Да нет, я почитаю. С 25-го стиха. С 25-го стиха. С 25-го стиха. Читаем. Матфея, 5-я глава. 25-26 стихи. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно, говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь и до последнего кадранта. Толкователь, положенный феофилакт. Некоторые думают, что соперником здесь называется дьявол. Дьявол, а путем жизни. Ибо кадрант равняется двум лептам. Но ты разумеешь, что Господь говорит это о здешних соперниках, научая не судиться и не переставать делать дела Божьи. Если тебя и обидят, не входи в суд, но помирись на пути, дабы при представлении соперником сильного оправдания не потерпеть тебе чего-либо худшего. А ну, смотрю взгляд такой осознанный у тебя, брат. Порадуй нас. Ну я могу дополнить. Ну-ка, дополни-ка, брат. Ну я в Второзаконе 1.17 вспомнил, «Ибо суд – дело Божие», вот сказано. Ибо суд – дело Божие. Но и в то же время он в толкование смотрит, что… Да, вот почему он и советует, что лучше даже прости, да и все. До суда дело не доводи. Потому что, чтобы делать что-то, там, дела Божие. Вот это предложение, главное, одна из мыслей толкователя. Какое дело Божие? У нас в основном это для благовестия, чтобы ты, это, не вышел из-за боймы, как говорится. Чтобы дело благовестия продвигалось дальше, шли благовествовать. Как вот я сразу вспомнил деяние, когда вот они, это, говорят, пищись о столах, говорят, оставили дьяконов, избрали все, и чтобы дальше проповедь не останавливалась на этом. То есть все для того, чтобы именно возвещать Евангелие людям. Ну и другие, конечно, дела добро делать. А то это суд, это понятно, это столько нервов, сколько денег, сколько времени, это ж уйму просто уйдет. И может быть, оказаться все пустое. А так простил, да и все, и дальше пошел. Вот такие вот у меня мысли. Так, брат, в местописание, главное, привел. А у тебя есть что-нибудь сказать? Доброе, полезнейшее для нас. Мирись с соперником. Ну ты понял, кто соперник-то для нас? Как ни странно. Соперник. То-то слово соперник, как ты понимаешь. Господь говорит, мирись с соперником твоим скорее. Причем как можно быстрее. Ну, тот, кто что-то имеет на тебя, какие-то судебные. С кем порутался, там не понравился. Это может быть брак, может быть даже и мерзкий человек. Ну, а толкование, нам толкование говорит, кто этот соперник. Господь таково имел вину. Ну, здесь два варианта толкования. Одно вариант, что это одеяло, и быстрее рассчитаться с ним надо. Но ты, говорит, разумеешь, что это именно человек. Ну, да, человек именно второй. Я, он же пропускает все через людей, все неприятности. А вот ты, разумеешься, нужно мириться с человеком. Ну, через человека никак правильно мириться. Слушай, мириться не жалей. Словица. Ой, Господи. Как говорили, растни, растни Иисуса Христа. Это не люди, все его как бы принимали, все его слушали, всех он давал доброе, там, где-то. А через какое-то время начали кричать, растни, растни его. Это дьявол через людей говорит. Ну, а когда люди ссорятся, тоже дьявол подстрекает. Обязательно. И лучшая победа над дьяволом – это примирение. И дьявол посомленный уходит. Но он своего не достиг. Цель дьявола – человек-убийца, его жест. Он один на другого наклеветал, тот другого там под подушкал, и пошло, поехал в рождь. Отойти в сторону. Я просто пару раз вспомнил, только не вспомнил, какое послание. Он говорит, не лучше ли вам оставаться обиженным? Да. То есть вот к этому. Да. Да. Что у них там вплоть до у неверных было. Не вспомнил, тоже Галатан, что ли. Так, вот что говорит Златоуст. Толкование Златоуста на слова эти, которые мы сейчас читали. И вот он как и говорит. В последней своей проповеди Господь потребовал большего, повелев подставлять и правую щеку. Так и теперь, после высказанного уже повеления, мириться с соперником, опять простирает свое требование еще дальше, предписывая не только отдать сопернику то, что он хочет взять, но и оказать большую щедрость. Что же? Неужели, скажешь мне, ходить нагим? То есть все вообще отдать. Не были ли бы мы наги, если бы в точности исполнили эти повеления? Напротив еще, были бы гораздо лучше всех и одеты. Во-первых, потому что никто не нападает на человека, имеющего такое расположение духа. Понятно? Никто не нападает. Если ты готов отдать последнее, на тебя никто не нападет. Господь тебя не будет этим искушать. Ему что, нужно смотреть, как ты голову тут шаришься? Соружен? Нет. Не это надо. Надо расположение господи. Это во-первых. И во-вторых, если бы и нашелся кто настолько жестокий и немилосердный, что дерзнул бы и на это, то без сомнений еще более бы нашлось. Таких, которые человека, расшедшего на такую степень любомудрее, покрыли бы не только одеждами, но если бы было возможно и с самою плотью своей. Что брать? Вот наша безбожная страна практически. И то, сколько уже гуманитарных грузов отправили в Донецк. А там люди все-таки одежду имеют. Ну там с едой, с питьем плохо. И сразу пошли в гуманитарный конвой, идут по несколько десятков машин. По там 150-180 машин сразу. Такие длинномеры там, не знаю, по сколько там тонн. Ну, по многу тонн. Тонн, наверное, по 15 точно. И все люди собирают. И там и люди собирают, и государство отправляют, и отправляют, и отправляют. То есть это, мы видим, что о Христе речь не идет. А когда Христос презрит на свое чадо, которое так обидели, и которое пострадало за него, то, конечно, насколько будет иметь большее. Это Иова надо вспомнить опять же нам. Иов был осыпан всем. Десять детей было всех убил. Сатана. По сказанному Господу проверить Иову. И Господь потом обратно десять дал. И еще эти оказались в раю, вдобавок ко всему. А почему, Златоус говорит, а почему только десять, говорит, он даровал? Он же сказал, что все, вдвойне даст. А всего десять детей, значит, двадцать должен дать теперь. Ну, вдвойне раз. Нет, говорит. Потому что эти десять тоже спасены. Вот так. Как Господь все делает? Премудро. И вот когда Витя беседовал, беседует, там стоит такой обширный прапорчик-то его. И говорит, ну вот, я ни о чем тебя не спрашиваю, нет, нет, только одно. За что вот эту маленькую девочку пополам? Вот за что это пополам? Он такой прям, видно, что очень сильно про него. А Виктор говорит, с позиции, если вечности посмотреть, то она-то на небе, вы за нее тут переживаете. А ей хорошо, она в раю может находится. Понимаете это? Он что-то такой раз, и ответ не удовлетворен совсем. Хотя, он почувствовал, что какой-то ответ был дан. Закрутился сразу. Но это ему неинтересно, ему другое вот интересно, конечно, было. А тут раз, все, ответ готов. То есть девочка оказывается, он думал, что она ничто, ее так возвысили, дарая. Он, наверное, ангелов представил себе сразу, закрутился. А если бы кому довелось и на гимм ходить ради такого любомудря, то и в этом не было бы стыда. Адам и в раю был, нак и не стыдился. И Исаия ходил на гимм без обуви, был знаменитый всех иудеев. Вот как Господь выходит. Кажется, какой же будет ответ? А ответ все в Слове Божьем. Если это идет по Слову Божьему, и ты остаешься на гимм ради Господа, то жди, Господь вознаградит тебя, даже здесь вознаградит. А чем дашь тебе одежду? То ты голый был, а тут опять одетый. Это же уже вознаграждение. Но если об одежде говорить, то, ну, я думаю, тут, наверное, не только об одежде говорится, а обо всем. У нас был такой случай, очень, очень похожий. Когда священник, это Владимир Суртаев, попал в тюрьму. Он занимался мясом, ездил к бабушкам по деревням, забирал у них мясо бесплатно. Они резали, кололи там свинюшков, а он продавал, за какую там захотел цену, а потом прикидывал сколько, ну и отдавал им уже. И они ему верили, все, бабушки. То есть он давал без цены. Ну, говорит, за сколько продам уж. Вот так вот. И сразу начал подниматься. А этим делом захотел заниматься бывший начальник милиции, который уже все приготовил у него там, и машина для этого, и люди, и все есть. И вдруг приезжает, там, давайте, закупаю, хорошую цену предлагает, а мяса нет. А что такое? Да под, говорит, продает. И он начал под него копать. А оказалось, что у него дом, ему люди сбросились, прихожане, что-то так его полюбили, сильно сбросились, и купили ему дом. А он отписал его на матушку. Купили машину, папу дом, все. Ну, и он там правит бал. Я там был у него. А где это? Это Титманова. Он проповедь такую говорит. Ну, вот мы собрались, ну, там бабушка ходила прилично, она на человек 20. Это хорошо, что собрались. Ну, вижу, совсем свечей-то не покупаете. Мы как с вами договаривались? По пять свечей в будничные дни и по десять в воскресные. И чтоб не меньше, давайте это уж точно исполнять. А то где я буду деньги в ипарк привозить, брать-то? Вы уж давайте тут покупайте свечи-то. И так, громогласно говорит, у него такой класс еще. Я потом вышел, бля, отец, у нас же проповедь, говорит, что-то о свечах там. Ну, а как же, надо подборить, все время отборить, а тут у меня разбалуются они. Ну, и вот случается следующее. И этот милиционер начинает подкапывать под него и так далее. И говорю, это, к людям там пошел. А там были женщины, которые сами отпевали. Знаете это, да? Ну, то есть, без папа. Они приходят, им деньги дают люди. И они отпевают просто, и все, людей. Ну, как же хорошо, как их блокили. И он узнал об этом. И, короче, их. А они были первые у него трехожанки. Которые заправляли в храме, на клеера сипели и везде. И он начал их притеснять. И когда этот начальник начал подыскаться под него, они пошли уже свидетельницами. И этот дом, который они ему покупали, получилось как бы так, что он как бы у них вытребовал. И они подписали бумаги. И очередной раз он подъезжает с денежками, все, хорошее такое уже, благообразное, денежку поглаживает. И раз перед крыльпом на машину тормозят. Вы такой-то, да? Выходите. Все. Ручки завязали, денежки все пересчитали. И вы перевели, значит, дом на матушку, машину на матушку. Короче, а он хитрый тоже. Все на матушку переулкан. Случай чего я-то. Гол, как сокол. Мол, бессеременник. Но Господь все видит. Сеременник оказался. И его в тюрьму. Да в тюрьму тайно. То есть он доехал, когда доехал, но его тут же развернули, прям посадили. ПК в этот и увезли. И прям в тюрьму сюда, на канатную. И здесь он встречается с Игнатием Тихоновичем. Мы ходим по камерам, раздаем литературу. Он в одном крыле, я в другом. И он там встречается с этим священником. И они вот так. А у нас тут тоже есть поп один. Святой отец там. Какой? А сейчас. Вовка, иди сюда. И вот он. Подваливает. Постриженный, конечно. Усики все стрижены. У него было все стрижено тогда. Сейчас-то он не стрижет. Тогда все было стрижено. Пришел. Ну и начали с Игнатием начать беседовать. А ему, этому Папу, рассказывают. О, тут, говорит, такой у нас один сидел. До коня, говорит, до сих пор молва идет. Ну и про Игнатием, как он проповедовал. Там чудеса какие там были, что рядом с ним только там прикоснешься, и ты уже на завтра, короче, выходишь. Вот такие. Вот каким надо быть Папу. А они до чего его довели? Они его довели до патриотизма. Ну, там пост же идет. Они ему, ну, садись там с нами покушать. Там все садятся. Кому-то посылку или что они. Раз раскладывают там все. Садись. Там колбаса, сало обычно. Что еще? Он такой, да пост идет? Нет. А, да ты что нас, это, ну, презираешь, не уважаешь, все. Ну, и он начал, короче, это сальца покушивать в постах. Покушивают в постах, а они начали ему. А так же спор, сейчас же пост, ты что сало-то живешь? И он попал в этот цепь, вот. Ну, Игнатий, значит, с ним начал разговаривать. А он с ними там шахматы играет, шахмалет. Там сидит в каких-то диспутах там участвует. Игнатий, значит, ему все рассказал. Для чего ты сюда пришел? Ты, говорит, молиться, научись. Выпроси, да, молитву, да, слезы, говорит. Другому никак. И говорит, сбрось в себя все лишнее, что у тебя есть. Отдай последнюю, говорит, рубашку. Он, какую рубашку? Ну, вот все, что есть там, подпиши, отдай это все. Ну, то есть дом все, все передает. Государству или кому. Все это получилось передали этому начальнику милиции. И он все перехватил. И машину, и дом, короче говоря. Он все сбросил. И поэтому ему дали что-то 10 или 15 лет давали. Короче, очень много. А он отсидел 9 месяцев в тюрьме. Жена не знала 7 месяцев о нем ничего. Это уже когда Игнатий Ильич появился, когда им передал. А потом, когда он все уже сбросил, его перевели в 4-ю колонию под Рубцовском. И он там еще был пол, 6 месяцев. И потом, условно, досрочно его освободили. И вот он к нам в общем пришел. А он был тот человек, который мне первый встретился на Алтае. И когда я спросил его об Игнатий Ильича Латкине, потому что я здесь с тетей Аллой познакомился, она материально дала. Ну, я побеседовал, на занятиях был несколько раз. И говорю, как ваше мнение, как вообще Игнатий, значит, то, что он, то его деятельность. Он говорит, о, это, говорит, это не православные, это, говорит, раскольники, говорит, сектанты, ни в коем случае с ним не общайся. Это все, говорит, тебя завлекут. Это был первый поп, который меня пытался. Он говорит, ты лучше со мной. Я, говорит, тебя познакомлюсь с епископом Антонием, мы с ним друзья. Он тебя рукоположит, ты будешь священником, все. И вот он раз, передо мной предстает этот поп. Я говорю, ну что, отец Владимир, помнишь меня? Да помню, говорит. Я говорю, скажи, вот как на духу теперь. Ну, а мы с ним сидим вдвоем, беседуем, прямо на Ползунова. Это был 99-й год. У тебя сколько времени после того, как первый раз ты его увидишь? Три года прошло. Я говорю, скажи, пожалуйста, когда ты у Игнатий Ильича говорил, почему ты так сказал, что он раскольник и все, он говорит, ну это, говорит, что можно сказать, элементарная зависть, говорит, все, говорит, кто к ним, кто, он говорит, плохо говорит об Игнатих, значит, он говорит, просто заюзит. Потому что у них нет того, что, говорит, есть у него. Вот это, говорит, дар слова, говорит, что люди вокруг него, люди его слушают. Занятия, говорит, вот это все Мы, говорит, же обо всем знаем Там внутри, то есть они все-все знают священники Они смотрят, наблюдают за нами Он за ним, ну естественно Как получается, за общим И он, я говорю, ну а когда ты разговаривал Он побыл у нас, а потом говорю Ну как ты себя чувствуешь Он говорит, я, говорит, когда был священником Не достоин даже у вас быть Был оглашенным бы Вот, как себя поставил Мы думали, он у нас священником будет Но он не остался Ну вот как Господь сделал То есть сбросил одежду Это, сбросил последнюю рубашку Все, ну то есть все отдал Вообще он остался безо всего У него двое детей осталось То есть он внял совету, да? Да, внял совету, все отдал Двое детей осталось, все И вдруг нашлись люди, которые приютили Жену с детьми Он где-то в другом месте жил даже И потом, как-то так случилось Как-то, ну, эти люди вняли И отдали этот домик Им, а они постепенно выплачивали деньги Ну, Господь так сделал И потом они развились Он там перестал быть священником Стал свою фирму Сделал, куёт Розочки всякие делает Там всякие вот прям букеты Из цветов покрашенные Вот так раз Там 20 килограмм Все из железа, кстати Таланты какие у человека Вот тут детские площадки Которые по городу Это вот все его фирма делает Он здесь Часто мимо него проезжаешь Калинина Там у него эта фирма Я там был у него Он потом ушёл от нас Вот больше у нас Не молился Хотя долго молился Года четыре, наверное Ну, такой пример Не вспомнили его? В очках такой Всегда сидел рядом с Виктором Андреевичем Сзади Всегда сидел Редко он выступал Ну, бывало, что-то скажет А после него пришёл на фанаил После него сразу Только Суртаев ушёл Даже они ещё видели Ну, высокий Выше, где-то Чуть выше меня даже Ещё такой Худачалый Был такой Крепыш Начал уже Пузо идти у него Всё А потом попал в тюрьму Стал худеньким Всё, как надо Я вспомнил На занятиях Это пожилой Это всегда у вас Он записку теряем подвал И записка всегда начиналась так Из телевизора А-а-а Вспомни, дедушка Александр Иванович Александр Иванович Да, да, да Всё время Очень интеллигентный человек Работал Работал где-то На производстве Работал Бригадиром Где-то И так на него посмотришь Как бомж какой-то А он в частном доме Жил вместе с бабушкой Они там Давно И говорит Мне, говорит, интересно Все эти вопросы Вот ходил долго На занятия Он не знает Сколько лет Он, наверное, лет Он, говорит, как С 90-го года Так он и ходил До конца Он до конца ходил Лет 20 Так, тут ещё можно было Златоустой что-то читать Мы можем дальше пойти Давайте Ну, понятно, да Мысли и сна И 27-я, 28-я стихи Вы слышали, что сказано древним Не прелюбодействуй А я говорю вам Что всякий, кто смотрит На женщину с вожделением Уже прелюбодействовал С ней в сердце своём Исход 20-й глава 13-й стих Толкование блаженного Феофилакта Иное дело прелюбодейства Иное блуд Прелюбодеяние Есть грех замужнее А блуд Со свободное Кто останавливается Всматривается И зрением воспламеняет Похоть Потом снова смотрит С большим желанием Удовлетворения похоти Тот уже совершил грех В сердце своём Правда, он не исполнил Его делом Что до того Он не мог А если бы мог То тот час Сделал бы грех Самим делом Впрочем, знай Что если мы когда-либо Восчувствовали похоть Но встретили препятствия К удовлетворению Делом То это явный знак Что нас сохранила Благодать Так и женщины Украшающиеся Для того, чтобы Понравиться кому-нибудь Грешат Хотя бы и не понравились Ибо они уже сделали Напиток Который остался Без действия Только потому Что его никто Не выпил Ну вот Примеров о похоти Никто не будет приводить Ну что Царя Давида Я сразу вспомню Это библейский Очень хорошо Увидел женщину Моющуюся женщину Она мылась Его в этот момент Как-то так посмотрел У него там Высокий дом был Ну второй этаж Она там где-то В саду была Ну мелькнула Там что без бинокров Зрения хорошие Голова давида Что там говорить Голова не обидел Лучше бы обидел Меньше видишь Голова крепче спишь Но тут Но это самый распространенный грех Вот это Седьмая запой Самая одиннадцать Да Сказано Что 99% Будут на ней Собрана Жатва Для ада Для геерны Так Ну и что Сергей Все ты Ну ты как Хоть пободрее сиди Ну что там Непонятно Что дальше Даже да А я могу Знаешь что у меня Мысль О не мысль А вообще Что тут А я не знаю Что тут У меня Одесник Ну ладно Вадишь И соломон тоже Пострадал На этом деле Соломон Да У него же было Много одноложницы И он же Ну он просто От женщин пострадал Но От похотей Будем говорить Но у него Они были Его женщины же Вот что делать Тогда не было Еще Этой заповеди Как бы Соломону повезло Они у Давида Были наложницы И жены У Давида Было 12 У Соломона Как там 300 жен И 700 наложниц У Соломона Или 700 жен 300 наложниц Кто точно вспомнит 300 жен И 700 наложниц Да А Точно Они 700 жен 300 наложниц Потому что У князя Владимира Было Больше даже У него было 800 наложниц И 300 жен Или 200 200 жен Я вот читала У Владимира По-моему 700 наложниц И 300 жен Нет 700 жен А? Да жен Зачем столько Да Ну я ничего не могу сказать Конечно 700 жен Налог Нет Нет Жен У кого? У Соломона У Соломона У Соломона Нет Да ладно Согласился? Не будем Нет Ну можно посмотреть просто Возьми интернет У тебя же есть И все И все Узнают Кто прав Кто виноват 29-30 стих Если же правый глаз Твой соблазняет тебя Вырви его И бросит себя Ибо лучше для тебя Чтоб погиб один из членов твоих А не все тело твое было ввержено в гиену Если правая твоя рука соблазняет тебя Отсеки И бросит себя Ибо лучше для тебя Чтоб погиб один из членов твоих А не все тело твое было ввержено в гиену Толкование Слыша о глазе и руке Не подумай Что здесь говорится Именно об этих членах В этом случае Он не прибавил бы Правый глаз И правая рука Сказал Здесь говорится о людях Которых любим И бережем Как правый глаз И правую руку Но которые препятствуют нам Делать дела Божии Так например Юноша Если имеет распутных друзей И терпит от них душевный вред Должен оставить Бросить их Этим может быть Спасешь и их Если придут в чувства А если не спасешь их То по крайней мере Спасешь себя Но если будешь продолжать К ним любовь То погибнешь и ты И они То есть все тело Ну тут наверное уже Примеров побольше Да? Могу привести Я когда Первый раз познакомился Со свидетелями Иеговы Это сектанты Вот Через них Я первый раз Узнал что такое Есть святая Библия Они меня дали в руки Именно синодальный перевод 66 Вот И вот у них как раз Вот я К ним ходил Мне нравилось Перестал Пить Блудить Старые друзья у меня Стали Отошли от меня А потом постепенно 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 Я опять скатился К старым друзьям Я уже их забросил Стал опять в миру Пить И там Блудить И так далее Вот пример Я обратно вернулся к ним Что самое страшное Ну и конечно В заблуждении находился Ты тогда знал Эти места писания Ты чувствовал Сам в себе Что ты именно Не можешь Отсечь Как писание Ну конечно Слово Божие Живые действия А ты что знал Что правая рука Это друзья Что ли Нет Вот это я не знал Но я понимал Что они-то Влекут меня Не явно Что не ко спасению Потому что живут Нет Ну когда кто У сектантов То было Что сектанты Прям вот так Толкуют Что правая рука Это близкие Толкуют даже Откуда у них Столько тянуто Это мы знаем Я не могу Сектанты И в хозыгрю Так я что виноват Что они отвергнут Все светоотеческое Пускай сами Теперь думают У них башка большая Их же миллиарды Пускай миллиарды Что-нибудь На миллиарды Может быть Которого не Давай бы Все руки до ноги Рубить Так нет Они Они проще Говорят Они говорят Да я спасен уже Все Ничего не надо Рубить Я спасен И все нормально И все хорошо У них У них ни гонений Ничего нет В церкви Все Все Одинаково Думают В смысле Ни о чем Не думают Все обоченые Все обоченые Да Так что им Черт Там Главное у них Чтобы исцеления Происходили Чтобы православных Заткнуть за поезд С их мощами И готово И готово Дело У них получается Живая икона Сам этот руководитель Которые ходят И Ходят И Полку так Чпок Прям Показывают И там Такой Зашатался Он еще Чпок 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 Мужик Такой здоровый Стоит Не падает Все Уже Ученики Его там Дернули Так этот Здоровый Завалился Еле Я думаю Господи Побил Хоть бы Договаривались Сначала А то Весь Позор Это Терпит А там Людей Куча И все Ждут Когда Начпок И Главное Там Кто Знаете Как Микрофон Все Ну Музыку Или Чего Сделают Вот так И Он Прям Прям Смотришь На них И я За них Стыжусь Разоблачительно У меня У меня Лицо Краснеет Четы Краснеет Когда Я вижу На Десятки Тысяч Человек Такой Ерундой Заниматься И люди Прям Трибуны Ревут Они Собирают Как на Хоккей Или Как на Футбол Ну Да Показывает Ролик Когда Сектант Подает И Женщина Падает Сначала Так Мягко На колено Потом На ягодицу Потом Локоть Подставляет То есть Видно Что Она Себя Бережет Замерен Съедки Православные Обсмако Что Это Все Заранее Они Заговорились С этим Ударят Ты Так Упадешь И Остальные Все А Вы Вот Так Еще Тоже А Сделайте Чтобы Другие Тоже И Тоже Начали Десяти Платить Да Но Это Тоже Не Так Давно Сначала Были Так И Ссылители А Потом Началось Все Артерство Ну У Нас Это Тоже Не В Таком Пламе Ну Приблизительно То же Самое У Нас Много Собирают Цуйкон С Мощей Деньга Деньга И Хорошо Сыпется И Уже Там И Дарли Которые Принесли Волхвы Они Уже Оказались Почему У Церковников Принесли Христу Все У Церковников Оказалось И Ладан И Смирно Короче А Как Принесли Христу Ну Христос Использовал Наверное Это В конечном Итоге Или Что Они Ему Принесли Просто Повесь На Стенку У Себя Господь Пускай Висит У Господа Не И Скоро Начну Продавать Мачу Осла На Которую Въехал Христос В Иерусалим Благо Ослов Не Перевелось Еще Так Что Аминь Давайте Почитаем Еще Да 31 Сказано Так Что Если Кто Разойдется С женою Своей Пусть Даст Ей Разводную Второзаконие 24 Глава Второй Стих Ну Я думаю Надо Это место Прочесть Да Второзаконие Потому Что Это Редкое Место Итак Если Кто Возьмет Жену И сделает С ее Мужем И она Не найдет Благоволения В глазах Его Потому Что Он Находит В ней Что Нибудь Противное И напишет Ей Разводное Письмо И даст Ей в руки И отпустит Ее Из дома Своего И она Выйдет Из дома Его Пойдет И войдет Выйдет За другого Мужа Но И сей Последний Муж Возненавидит Ее И напишет Ее Разводное Письмо И даст Ее В руки И отпустит Ее Из дома Своего Или умрет Сей Последний Муж Ее Взявший Ее Себе В жену Но Не может Первый Ее Муж Пустивший Ее Опять Взять Ее Себе В жену После того Как она Оскоренена Ибо Сей Смерзость Господом Богом Твоим И не порочь Земли Которую Господь Бог Твой Дает Тебе Будем Вот такие Писания Господни Зачем Я документы Вручался Для чего Разводное Это написано Прямым текстом Понял Вот Там же написано Возненавидел ее Все Не захотел С ней жить Отдал Разводное Все И она Пошла В свой дом Все А прямым текстом Господь Пишет Просто И все А Господь Уже Когда пришел Добавляет Это Пожистокосердию Вашему Чтобы не убил Он ее Потому что Она ему Не нравится Он ее Стукнул Где-нибудь В лесу Бросил Там Закопал Потом Сказал Куда-то Пошли Где-то Пропало Они же Бабы Вы сами Знаете Ходят Где-то Там Шатаются Как Эта Ева По Раю Ну и все Ну и другую Взял себе А на сердце Что у него Нет Для чего Жене Это Разводное Письмо Ну Разошлись Без всякого Документа Документ У меня Штампаспорт Я замужем Это как-то Престижно А то Что Я разведена Вот у меня Бумага Зачем Мне это Надо Я что-то Не пойму Ты кому Вопросы Богу Что-ли Задаешь Я тебе еще Раз говорю Это Прямая Речь Господь Сказал И Моисей Тебе ответ Сказал По Жестокосердию Вашему Это Сделано Что дальше Ты еще Что ты Добиваешься Зачем Ты добиваешься Что умный Какой-то Вопрос Ты Решил Задать Или Что Это Я не могу Понять Что Ты У тебя Что Она Есть Разводная Ну Я знаю Что Есть Я Поэтому Тебя Не Выложу Ты Что Ты Хочешь Ты Свободнее Но Только Православная Церковь Ее Быть Не Может Потому Что Слушай Что Дальше Что Нельзя Замуж Ухранить Можно Было В Самозовете Это Сейчас Нельзя Ну Я Прочитал Только Что Ты Слушал Можно Но Если Она Была Уже Замужем То За Первого Хуже Не Может Уже Все Все Уже Сверх Нельзя Тут Кое Что Есть Законы Которые Все Так Перекрывали Не Так Что О Теперь Пошла По Рукам Не Этушки Так Чтобы Отпущенное Уже Не Возвращалось К нему И Не Произошло Смуты Когда Он Стал Жить Уже С Другою Копия Оставала Чтоб Не Зацепился Документы Ну Эту Бумаги Натеристы Для всего Как Мусульман Два Раза Сказал Жена Она У них Есть Бумаги У них Тоже Написано Дай Бог У них Тоже Община Придется Своя Там Все У них Это Он Сказал А Потом Кмуле Должен Пойти И Сказать Да Понравилась Жена Он Должен Кмуле Он Благословит Брак После Ночи Потом Через Ночи Разводится У них Другое Есть У мусульман У них Вообще По-другому Если Она Развелась И не Была Замужем Муж Ее Допустим Теперь Приходите Ко мне Опять Не Можно Теперь Не Надо Выйти За Кого-то Замуж Потом Тот Должен От Него Отречься И Этот Может Ее Взять Коране Свернится Уже Теперь Не Берем То То Этот Аллах Так Называем Бог Мусульман Чистый Бог Он Наоборот Все Делает Мы Видим И Это Везде Берешь Когда В Коране Господь Наш Говорит Не Убей Сейчас Будем Читать Не Убей А Там Наоборот Меч По шее Врага И Приводится Это Больше Тридцати Раз В Коране Приводится Что Меч На Шее Убей Увидел Там Если За Камнем Спрятался Достань Его Эти Мечом Обязательно То Есть Везде Выковырит Несчастивого Ну Сейчас Мы Видим Исламское Государство Это Все Те Кто Исполняет Коран До Конца И Более Мягкие Мусульманы Такие Как Кадыров Видим Чечня Абхазия И Другие Страны В России Татары Допустим Они Более Лояльны К этому Делу Уже Они Даже Полкования Придумали Такие Чтобы Можно Было Как-то Жить С Немусульманами Хотя На самом Деле Коран Это Не Предусматривает Только Или Ислам Или Смерь Все Я Когда Только К Вере Приходил Тоже Эту Тему Рассуждал Об убийстве С одним Братом Верующим И Сказал Что В Коране Призывы К убийству А в Библии Нету Призывов Он Мне сразу Раз Псалтирь Носом Чпок А вот Читай С утра Буду Истреблять Нечистиво И я Сразу Ого Оттолкование Не знаю И Че Попрут Все Репу Зачесал Репу Именно Репу Надо Не Репу Чесать Вот Это Верующий Брат Попался Тебе Искренне Верующий Верхий Завет А ты Помнишь Он К нам Приходил С блудом Боролся А как Болись С ним На руках Я Всереду Пятницу Не Изменя Это Почти Такое У меня Бесно Нечас Верхий Завет Показал Верхий Это Верхий Оно Время Говорю Вам Ну и Так Вот Видите Под Жестокосердие Все Сказано Тристовый Стих А я Говорю Вам Кто Разводится С женой Кроме Вины Прелюбодеями Тот Подает И повод Прелюбодействовать И Кто Женится На Разведенной Тот Прелюбодействует Толкование Господь Не Нарушает Моисеева Закона Но Исправляет Его И запрещает Мужу Ненавидеть Свою Жену Без Вины Если Он Оставит Ее По Уважительной Причине То За Прелюбодеяние Не Подлежит Осуждению А если Не За Прелюбодеяние То Подлежит Суду Потому Что Тем Заставляет Ее Прелюбодействовать Но И тот Становится Прелюбодеем Кто Возьмет Ее Потому Что Если Б Никто Не Взял Ее Она Быть Может Возвратилась Прежнему Мужу И Покорилась Ему А Христианину Должно Быть Миротворцем И Для Чужих Тем Более Для Своей Жены Которую Бог Сова Купил С Ним Все Христианам Уже Сложно Представь Такой Закон На Государственном Урове Разводись Но Если Выйдешь Сейчас Сразу Путина Был Переизбрали Ну Или Во всяком Случай Апостол Павел Сказал Как Действовать Ну Вот Господь Говорит Марка Я Засчитаю Стих Писания Марка 10 Глава 9 Стих Итак Что Бог Сочетал Того Человек Да Не Развучает Нельзя Разводиться Женой А Женщины Уж Так Что Ужас Так Вот Опять Мы Говорим По Златову Примечаем Господь Говорит Если Ты За Любомудрее Встал Подвизаешься То Будет Тебя Открыта Десница Божия Благодать Увидишь Только Надо Подвизаться До Конца То есть Без Дураков А не Так Что Терпел Терпел А потом А ладно Отпущу Все Пускай Теперь На Самотек Идет Или Теперь Пускай Будет Как Сатана Сказал Нет По Божьему Надо Делать Вот Церковь Она Чем Стоит Вот Казалось бы Сейчас Нигде Епископов Нормальных Нет А церковь Стоит А она Стоит Исполнением Канонов А как Они Исполняются Пока Есть Двое И трое Которых Собрал Дух Святой То есть Пока Есть Священник Который Истинно Так мыслит И исполняет Каноны Пока Есть Миряне Которые Следуют Этому И Где Можно Где Только Можно В этом Мире Становиться Светом И Солью Земли Вот Она И Церковь Стоит Вот Есть Такой Девиз У Десантников Кто Если Не Мы Кто Если Не Мы Девиз Такой Так Я Хочу Сказать Это Они Точно От Христианов Взяли Потому Что Первый Это Сказал Пророк Исайя Вот Я Господи Господь Говорит Кто Станет Пролуби Кто Исайя Говорит Вот Я Господи Избери Меня Ну Это То есть Он Говорит Ну Кто Если Не Я Все И И Точно Такими Словами Илья Говорит Когда Господь Обращается И А Последний Я Остался Все Больше Нет Никого И Господь Говорит Нет Еще Семь Тысяч Которые Не Поклонились Ваалу Не Преклонили Колени Ваалу Есть Рядом С тобой То есть Они Втайне Живут Ну С братом Переходом На занятия Рассуждали Как же Все Это Происходит Все Втайне Происходит Людей Почему Мы Не Знаем Где Верующие Почему Мы Только У Лескова У Брат Лескова Прочел И Говорит Что Были Все Такие Светильники Светильники В земле Русской Они Написаны Кое Где 12 Том Ну Кое Где Касается Которые Знали Слово Божие Но Так Как Они Знали Слово Божие Значит Они Исполняли Заповеди Господни А заповеди Господни Это Смирение Это Кротость И Такой Человек Глаза Не Полезет Правая Рука Не Знает Что Делает Левая Тем Более Благовестие Это Такое Тонкое Дело И Их Везде Гоняли За То Что Они Непримиримы Были Служи Люди Везде Лгали Все На Лже Основано Было Да Везде На Лже Они Лгали Как Гоняла Барыня Скажешь Скажешь Не 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 Нет Это Там Там Ее звали Как Ее Там Пороскева Как То Ее звали Будешь Катериной Ну Смотрите Зовите Как хотите Ваше дело В доме Потом Скажешь Что Я Меня Нету Дома И Там Подъезжают Гостя Она Барыня Сказала Что Ее Нету Дома И Она Говорит Ты Может Она Жалуется Своей Ну Говорит Всем Хороша И Говорит Ты Не Пакостница Говорит И Такая Прихорошенькая Говорит Ну Все Мне Нравится И Голос Такой Взор Смиренный И Все Делает По Дому Ну Надо Ж Говорит Как Вот Встала Маленькая Лжи Нельзя Сказать Всю Правду Говорит И И Говорит Каково Это Мне Перед Там Какой Там Ну Что Ее Дома Я Вспомнил Своё Детство У меня В детстве У меня Уж Потом Жизнь Развратила Друзья А так В основном Я тоже Лгать Не умел Тоже Если Начинал Что-то Сразу Краснел Замыкался И Все То есть Лжи Не мог Произнести Потом Уже Когда Там Пьян С Тогда Научили Да Так И Есть То есть Я Тоже Учился То есть Господь Дарует Много Чистоты Для Детей Ну Так Как Сердце Человеческое Зло Особенно Вот Эти Компании Детские Если Там Такие Еще Ребята Собрались Дерзкие Хулиганистые То Все Вырастешь Таким Там Моя Двоюродная Сестра Тоже Там Компания Пришла За ним Женихов Она Такая Скажи Что У меня Нет На чердак Залезла Они Подходят Где Котята Я говорю Вон там Сидит Предательная Одним словом Так Еще Христианин Должен быть Миротворцем И для чужих Тем более Для своей Жены Которую Бог Купил С ним То есть Как Нужно Вести Себя С женой Об этом Говорить И много Говорить Местописания Показывают Как Неправильно Себя Вести С женой Помните Это Анания И Сапфира Которые Ребята Которые Продали Имение Своё Решили Помочь Верующим Нуждающимся Пошли Деньги Взяли Не всё Отдали Решили Себе Часть Утаить Потому что Решили Слишком Много Денег А Господь А Господь Всё узнал Передал Апостолу Павлу И Духом Святым Они были Наказаны И убиты И тот И другой Вот Для чего Согласились Добывать Деньги Неправильным Путём Причём Отбирая Это Уже Бога Всё-таки Супруги Которые Христиане Они должны Жить Только По Евангелии Закон У них Должен Быть Один Святая Библия Закон Жизни По Новому Завету Ну Мы С женой Договорились Перед тем Как Креститься И Венчаться Ещё Что Будем жить И Будем Руководствоваться Новым Заветом Ну Хочу Сказать Что Какое-то Время Продержались Мы Но Это Было Очень Тяжело А Сейчас Ещё Тяжелее Вот Вот А Можно Задать Вопрос А Вот Они Когда Это Ставили Деньги Но Они Не Требовали Что Именно Всё Это Что Они Получили А Ведь Там Как Потом Пётр Сказал Что Мы Не Влашили Власти Если Они По себе Сказали Вот Мы Продали За Миллион Отдаем Вам 500 500 Себе Оставляем Ничего Не Было Ничего А Они Сказали Продали Сами За Миллион А Сами Сказали Не Было Было Они Будем До Конца Честными Было Бы Им Задали Вопрос Ну А Чего Вы Половину Отдаёте Нет Ну А Почему То Вопрос Неудобный Был Для них И Они Это Понимали Что Будет Задан Этот Вопрос Им Нужно Будет Ответить Для Чего Если Они Решились К Ногам Апостолов Всё Сложить Там Написано Они Они Вдруг Вдруг Последний Момент Оглянулись Назад Они Уже Всё Они Уже Решили И В этот Момент Утаили И написано И утаили Из оценённого Утаили Всё Таки Утаили То Что Ты Дал За Рог Для Господа Да Они Уже Дали Отдавали Всё Уже Всё Между Собой Договорились Что Отдать А потом Вдруг Раз И Утаили Последний Момент Рука Обернулась Один Мешочек Поставил Второй В кармане Никто Не знает И тут Господь Показал Всё Известно Решили Уехать В Другую Область А тут Последний Момент Возьми Передумай И вот Он Теперь Враг Номер Один Она Готова Его Ну Да Здесь Это Можем Представить Себе Что Это Типа Этого Да Что То Тут В Этом Есть Ну Как Этот Отъезд Он Да Недуховный Да Это Недуховный Было Поэтому Вокруг Этого Всё И Вертится Что Они Просто Хотели Спастись Бегством Хотя Посвятили Себя Жизни Жизни В духовном Посвятили Себя А теперь Они Решили Убежать Вот В этом Плане Мы Возьмём Как То Что Они Живут В Духовном Это Их Большое Имение И Они Как Как Сложили Сложили К ногам Господа И Сказали Всё Мы Теперь Будем Жить Здесь Переехали Живут С Духовными Людьми И Вдруг Решили А нет А не будем Мы так Делать Неинтересно Нам Муж Потом Покаялся Там Два Явления Было Господа Даже Одно Такое Было Сказано Ему Где Спасение Прямо Конкретно Указано Жене Жене Не было Этого Ну и Не обязательно Потому что Мы знаем Что Глава Для Мужа Христос Для Христа Бог А для Жены Поэтому Ему Было Сказано Он Сказал Своё Слово Жена Не послушалась Начала Вовлекать Детей И Получилась Духовная Смерть Стольких Людей Господи Прости Помилая Не дай Бог 33 стих Еще Слышали Вы Что Сказано Древним Не приступай Клятвы Но Исполняй Пред Господом Клятвы Твои То есть Когда Клянешься Верно Исполни То В чем Клянешься Господу Ибо Если Нарушишь Клятву Будешь Осужден Тридцать Тридцать Нет Исполния Тридцать 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 Будет 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 Речь Идти Тридцать 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 Ответ Они Сделали Своим Божеством Императора У них Был Прям Бог Император И вот Что Император Скажет Они Должны Все Исполнять И вот У них Такая Страшная Война Случилась И В конце Этой Войны Они Поняли Что От этого Никуда Не Деться Они Взяли Императора Из Пантеона Божеств Убрали И Император В конце Войны Не Стал Богом И Поэтому Они Так Мирно Разрешились Ну Это Не Все Такие Народные Интересные Потому Что У Некоторых Ида Ильича Есть Допустим Без Камня И Они Ему Поклоняются До Конца Как У Нас Перуну Поклонялись Он Был Там Сверху Золотые Волосы Серебряная Борода У Нему Была С Усами И Сам Бронзовый Бронзовый Большой Стукан И Клясть Владимир Сказал Сбросьте Его В воду Его Сбросили И Оно Поплыло И Его Там Сначала Подтаскивали К берегу Пытались Вытаскивать И Тогда Он Сказал Сопровождайте Его До Самых Порогов И По Краям Скакали С одной Стороны Днепра И С другой Стороны Всадники И Сопровождали Этого Перуна Пока Он С порога Не Извергнулся Ну Пороги Это Там Камни Там Все Ну Наверное Разбился В щек Тяжелый А так Он Не Тонул Он Деревянный Просто Обитый А Его Все Вытаскивают К себе По Краям Бегают Давай 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 Потому Что Это Пользовался Огром Уважением Он Баптист Это Тоже Нам Все Резе Говорят Что Он Поконяется И Дени Баптиста Не Ну Это Один Бог Клянется Самим Собой Потому Что Не Зависит Ни От Кого А Мы Как Можем Клясться Своей Головой Когда Не Имеем Власти Мы Не Свои Если Думаешь Что Голова Есть Твоя Собственность То Перемене Если Можешь Хоть Один Волос Дабы Ты Не Сказал Как Мне Поверят Он Говорит Поверят Если Всегда Станешь Говорить Правду И Никогда Не Будешь Божица Потому Что Никто Так Не Теряет Доверия Как Тот Кто Часто Божица То есть Божица Это Говорит Ей Богу Божба Да Часто Говорит Правда Божба Кроме Да И нет Есть Дело Излишнее Происходит Объявола Но Ты Спросишь Неужели Закон Моисея Бухут Когда Повелевал Клясса Знаешь Что В это Время Божба Не Составляла Худого Дела Но Божица После Христа Ей Дело Уже Худое И Подчеркнуто Это Тут Здесь У нас Выделено Подобно Как Обрезываться И Вообще Иудействовать То есть Иудействовать Почему Говорят Да Ветхий Завет Уже Не Нужен Вроде Как Иудействуем Вот Почему Говорят О Ветхом Завете Еще Так Часто То есть Нет Надо Просто Не Удействовать А Ветхий Завет Он Очень Полезен Сосать Грудь Младенцу Прилично А Мужу Непристойно Мы Более Не Под Законом Но Под Благодатью Ну Настоящим Мужам Духоносным Это Никак Не Повредит Все Знать Ну А Если Это Еще Младенцы Которые Сосут Молоко Ну Значит Они Не Должны Мост Высовывать Далеко Они Должны Крутки Смиренные Принимать Слова Божьи Толкования Учиться У Блаженного Феофиласка Я Сейчас Хотел Что Тут У Игнать Тихо Начали Да На целую Страницу Ну Ты можешь Мы Можем Потом Я Хотел Вот Уст Привести Вот Я Нашел Немножая Такая Беседа У Тут Чуть Я Беседу Зал Отрывок Именно От Клятвы Вот Пересят Вот Сюда Это Второй Том Первая Книга На Слова Слова Огласительные Слово Первое То есть Точно Таким Редом Написано Но Чтобы Говоря Вам Сегодня Обо Все Вдруг Не Обременить Ваша Ума Мы Предложим Вам Сперва Один Закон Хранить Себя От Клятв Предупреждаю Что Если Вы Не Будете Избегать Клятв То Не Только Клятв О Преступлении Но Если Не Будете Избегать Клятв Произносимых Пределах Справедливых То Мы Не Будем Говорить Вам Более Ни О Каком Другом Предмете Подлинно Тяжек Этот Грех И Весьма Тяжек Он Весьма Тяжек Потому Что Не Кажется Тяжким Потому Я И Боюсь Его Что Никто Не Боится Его Потому Эта Болезнь И Не Излечима Что Она Не Считается Болезнью Как Простой Разговор Не Есть Вина Так И Это Не Представляется Виной Но С Великой Дерзостью Совершается Это Беззаконие Если Кто Станет Осуждать То Поднимается Точа Смех И Множество Насмешек Не Над Теми Которые Осуждаются Заклятву А Над Теми Которые Стараются Исправить Это Зло Поэтому Я И Веду Продолжительную Речь Об этом Что Хочу Исторнуть Глубокий Корень И Уничтожить Долговременное Зло Разумею Не только Клятва Преступления Но и Самые Справедливые Клятвы Но Такой То Скажет Человек Хороший Имеющий Сан Священство Живет Весьма Целомудренно И Благочестиво Однако Клянется Не говори Мне об этом Хорошим Воздержанном Благочестивом И имеющим Сан Священство Произнес Приговор Над тобой Основываясь Не на Небрежности Подобных Тебе Рабов А на Предписании Своих Законов Я повелел Скажет Вам И Нужно Было Повиноваться И Не Ссылаться На Такого И Не Заниматься Чужими Дехами Ну Ка Игнать Тихоныч Что Нам Дополняет Там Повторение Идет Я Почитал Сейчас Ты Читал Похоже Царская Россия Именовалась Православным Государством Но Несмотря На Это Принуждало Всех Своих Подданных И Православных И Неправославных Клятве При поступлении На Военную И Гражданскую Службу Так Как Присяга Была Не Просто Торжественное Обещание Но В ней Присутствовали Слова Клянусь 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 В связи С этим Православные Богословы Вынуждены Были Оправдовать Такие Противо Евангельские Поступки Говоря Что Запрещаться Приснение Мы Можем У Протеерей Григория Диченко У Рахиписка Веркия Тауши И У Других Однако Вот Что Говорят Об этом Святые Отцы Клятва Вообще Запрещается Тем Более Достойно Осуждение Клятва Данное В злом Деле Святой Василий Великий Весьма Плохо И давать Клятву И требовать Ее В обоих Случаях Оскорбляешь Правду Как избежать Клятвы Приобретем Такие нравы Которые Внушали Доверие Избегай Всякой Клятвы Но Чем же Уверить Других Словом И Жизнью Удостоверяющей В слове Сделай Чтобы Посредником Твоим Были Твои Добрые Нравы Святой Григорий Богослов Сказал Эти слова Соглашайся Лучше Понести Ущерб Чем Дать Клятву Преподобный Ефрем Поистине Исклясться Дело Дьявольское То Какому Наказание Подвергнет Нас Преступление Клятв Чажет Этот Грех Клятва Потому Что Не кажется Чажким Вот То Что Я читал Золотого Приносится Потому Я и боюсь Его Что Никто Не боится Его Потому Эта Болезнь И неизлечима Что Она Не считается Болезнью Бог Угрожает Разрушить Дома Клянущихся Чтобы Этим Наказанием Сделать Других Более Благоразумными Принуждающий Клятвы Еще Неизбежнее Чем Тот Кто Клянется Подвергается Наказанию Равно Как и тот Кто Клянется Когда Никто Не требует Если Кто Не желает Прекратить Клятвы То Я Запрещаю Такому Человеку Приступать Пару Цехков Клятва Поистине Есть Сеть Сатанинская Освободимся От этой Сети Убоимся Заповеди Господа Приучим Себя К лучшему Чтобы Простираясь Вперед И Исполнив Эту И прочие Заповеди Сподобятся Благ Обещанных Любящими Его Клянущиеся Не могут Представить В свою пользу Никакого Правдания Кроме Пренебрежения К имени Божией Умоляю вас Помните Об Искновенной Главе Яна Она Кабы Говорит Ненавидьте Моя убийца Клятву Святитель Ян Злотлуст Дает ли Кто Верную Клятву Или Нарушает Свою Клятву Подвергается Наказанию Поэтому Избегай Клясться И несправедливо И справедливо Преподобный Нюрн Синайский Не Клясться Значит И не требует Клятвы Ибо Если Не хочешь Сам Клясться То И от Других Не потребуешь Клятвы По следующим Дву причина Вопрошающий Или Стоит В истине Или Напротив Того Лжет Если Человеку Обычно Стоять В истине То Без Сомнения Он И до Клятвы Говорит Истину А Если Он Лжец То Лжет И поклявшись Преподобный Сидор Ильсиот Тем более Недопустима Никакая Клятва Или Присяга Безбожьему Светскому Государству Таких Комендарь Все на этом Да? Да нет Еще У нас есть Еще есть Да Что Мы все Про это Прочитали У кого Никаких Замечаний Нет Хватит По полной Программе Да? Какие тут Возражения Так Итак 38 39 Стихи Вы слышали Что сказано Око за око И зуб за зуб А я говорю вам Не протився Злому Но кто ударит Тебя В правую Щеку Твою Обратить К нему И другую Исход 21 глава И 24 глава Закон Исмисхождение Допустил Право Равного Возмездия Дабы Не обижали Друг друга И дабы Обидевший Боялся Подвергнуться Тому же Чему Подвергается Обиженный Злым Называют Здесь Дьявол Действующего Посредством Человека Показывая Этим Что Бьющий Распаляется Дьяволом И так Уже ли Дьяволу Не должно Противиться Должно Только Не обратными Ударами А терпением Ибо Огонь Гасится Не огнем А водою Впрочем Не думай Что здесь Говорится Только Об ударе В щеку Нет Ну и о Всякой Другой Обиде Это Об этом Как раз Лесков Говорит Часто Ушла Толстого Непротивление Злу Насилием Такой Сделал Вывод Не протився Злому И Конечно Для людей Это было Просто Отчаянное Положение Тех Кто Себя Считал Верующими Потому Что Если Они Начинали Только Становиться На сторону Этой Заповеди Которую Ну Сам Того Не знаем Это Одна Из Остающих Заповедей Вообще В обществе Которая Считает Себя Все Верующим Непротивление Злу То Люди Конечно Сразу Были Растелены Поэтому Сразу Злились И В общем Толстого Вместе С его Учениками Страшно Ненавидели За то Что Они Говорили Хотя В принципе Если Можно Было Беседовать С ним Как Мы Любим Беседовать С другими Конфессиями В свое Время Поговорить Бы с Толстым Вот Игнать Тихонович Ну Или Кому Из Братьев Об Истинной Верии Как Должна Община Состояться Почему Что Такое Непротивление Как Господь Помогает Ну Даже В любых Мелочах Господь Помогает Только Нужно Идти По Заповедей Не Не Гневаться Сколько Я с Братьями Говорил Ну Хватают Забор Вот Вот Забор Хватают У меня Раза Три Четыре Хватали Я Немелкого Как Говорится Немелкой Породой Там Маленькие Всякие Щуплые Ну Пьяные Схватят Забор Ну Повиснет На Мне Как Рифей На Козле Ну Что Болтается Был Один Раз Прям На Остановке Застал Сестрой Были Сестра Вот Не Даст Как Говорится Не Не Того Выболвить И Гнал Он До Самого Автобуса И В автобус Заходить А Вот Все Козел Там Барандатый Козел И Все Ему Понравилось Сестра Тебе По возрасту Не Подходит Он Тебя Обманывает Все Мы С ней Разговариваем О духовном Прочитали Там Кое Что Ну И Беседуем Об этом Беседа У нас Идет Местописание Там Все Он Видит Что Мы Так Внимательно Беседуем Ну Он Что Подумал Своем Все Так Пьяный Этот Мужик Ну И Он За Ворота Вцепился И Прям Таскает Туда Сюда Сюда Сестра Да Отстань Ты От него Уже Его Вроде Я Ни В коем Случа Не Трогай Я Говорю Мужик Ты Хочешь Чтобы У тебя Рука Целая Осталась Он Так Раз Убрал И А Че Ты Меня Сейчас Ударишь Что Ли Я Говорю Да Нет Сейчас У тебя Господь Ударит Постоял Долго Думал Автобус Подходит И Мы Раз Заходим В заднюю Дверь А Передняя Не Открывается Еще Ля Заходили И В Ля Сам Там Где Водитель Сидит Вообще За Стеклом Перед Этим Сиденья Я Вижу Там Сиденья Пойдем Туда Мы Через Быстро Ушли А Он Пьяный Заходит Где Этот Козел Я Сейчас Тут С тобой Разберусь Тут Куда Не Денешься И Шел Какой Топор Мишку Задел Ты Че Толкаешься Да Я Толкаю Я Затем Козлом Иду Каким Козлом Ты Сам Козел Я Козел Получи Бац Потом Водитель Открой Дверь А Мы Сидим Беседуем Продолжаем Я Только Оглянулся Смотрю Его Раз Два Выкинули На пол Дороги А ехали С южного Там Далеко Допросился Господь Я сказал Господь Ударит Потому что Не может Человек Просто так Напрашиваться Не надо Гневаться Только А то Слышу Священники Его за ворону Схватили Ну и Че ты Сделал Ну как Че Благословил Свой кулак Да Как Дал Он Треснул Лоб Я Ну че Ты Я помню На благовестие Первый раз Пошли Первый раз И первая же Квартира Позвонили И мне Сразу говорят А вы не православный А почему У вас борода Приклеена Я вижу Как у вас Хребности Я говорю Да ну че Она приклеена Пожалуйста И женщина Подходит ко мне Ближе Ближе По площадке Вот такая Вверх иду А она снизу С первого Ну с первого Этажа И такая Ко мне Подходит Подходит Ближе Ближе Че Можно потрогать Я говорю Пожалуйста И она Вот так Руку уже Протягивает Вот так Рядом со мной Руку протягивает Бродей Потом Отскочила Такая И там Соседи Уже Вышли Брат Отзвонился Че такое Его борода Ты настоящая Господь Господь Разумляет Только нужно До конца Идти Не знаю Не бояться Не надо Какой-то Страх На себя Нагонять И так далее За бороду Много Никогда Не кидываться А все Удивляются И че ты Никогда Не кидываешься Если тебя За бороду Ну я За бороду Перехвачу На руку Чтобы Сильно Не рвал Ну и Беседую А чтобы Драться За бороду За свое Какое-то Счастье Народное Такое Чем Мы же Христиане Вот Был случай Был случай У брата Андрея Смельягина Я тоже Не раз Его вспоминал Он тоже В поезде Ехал И где-то Благоведствовал И подошел Пьяный Один мужчина И тоже За бороду Хватает Докопался Он говорит Мужик Ты сядь Успокойся Сейчас Патруль Позову И все Он такой Да что Типа Мне этот Патруль И тут же Патруль Появляется Он увидел Побежал В тамбур Слышал Дверь открывается И он на полном ходу Выскочил С поезда Прямо Вот как Господь действует Даже патруля Тебе не надо Страх будет там Где его нету Такой патруль Неизвестно Да это Господь Говорит что Нагоню нам На страх Врагов ваших Двое Будут гнать Десять А десять Прогонят сотню А сотни Полчища Ну и мы видим Гедеон Пожалуйста Идет Сеострыми Остами Войнами Против Стотысячного Мадиамского Воинства И все Побеждают Окружают Станц Сплакиваются Меч Господа Гедеона Восклицают Бьют Мечом В светильнике Гром стоит Крик Меч Господа Гедеона И Враги подумали Что все Сами ангелы Сошли с небес Победа Это Ну еще говорим Ветхозаветное Все А Господь нам Показал Сам Как И уже Что только Не было И Петр Ухо Отрубил Рогу Первосвященнику Малку И Господь Исцелил Ухо Ему Обратно Приставил И Хотели Там Попалить Уже Что его Не приняли Он говорит Не знаете Какого Вы духа Ведь Сын Человеческий Пришел Не судить А спасать Но раз До конца До конца Надо было Исполнять Все Что написано В заповедях С этого Был И дальше Развилась Развилась Был Эта потребность Исполнять Все заповеди Господни А то Начал Переиллюстрировать Библию Здесь нравится Новый Завет Этот не нравится Ветхий Завет Вообще Откинул Зачем он нужен Ну и конечно В итоге Все Библии Осталось Только Из Матфея Вот эти главы И все Так нельзя То есть нужно Взять все В совокупности И Господь Не только же Одна заповедь Не гневайся Но и другие Заповеди Через которые Господь презирает На ближних своих Он дает силы Господь Даст силы И мы все Исполним Устоим Жития святых Сколько показывают А люди то были Ничего не знали О Христе Что они там Библии зачитывались Как мы что ли По 20 раз Читали Или где-то Слушали пленки Ничего не было Послушали Несколько раз Там эти заповеди В церкви От кого-то услышали И все Взять вам Андриану И Наталью Им было это всего Ему 20 лет Ей 18 А какие Показывают Чудеса мужества Его убивают Она еще Подкладывает Голову На плаху Давайте Давайте Рубите Только так Чтобы уже до конца И первого Его И за это Деньги еще платят Чтоб первого Его казнили Чтоб сразу Перед Христом Первый Предстал И принимал Других Уже Вот это Было Подвигоположники Людей Но я не думаю Что они Больше нас С вами Что-то сидели Изучали Какие-то занятия В них были Да ну Все У них Это было Все А когда Пришло Время Проявить Себя Проявили Так что Благородно По-христиански Помните Как Адриан Пришел К ней Стучиться Из темницы Пришел Там дела Справить Чтоб там Ну все Отписать ей Потому что Неожиданно Взяли его Мой начальник Младший Младший состав Офицерский Дядь Клетиана Она Ты зачем Пришел Ты в темнице Находишься Ты же за Христа Там сидишь Я тебя не пущу Вот это Жена Сейчас бы Кто так сказал Сказали Какая-то жена Какая-то Любовь там У них Нет А он Да нет Что-то Я сам все Понимаю Прекрасно Просто надо Сидела решить Иначе Господь так сделал Ну ладно Тогда заходи Все сделал Попрощались Опять Она его Обратно в темницу Отвела Сама отдала Или как Мать этого Мелитона Из 40 Мучеников Севастийских 39 На телегах Везут А она его Сзади тащит Потому что Он живой еще Ей оставили На, говорит Может выходишь Она Нет, нет Сынок Ты должен вместе с ними быть И дотащила его А и как раз Локу складывают Чтобы отвезти Там в реку Бросить Тела И она уже Последним Движением Его умирает Здесь Это же Вот люди Как исполняли Заповеди Господни О каком гневе Тут речь Благословляли Еще Или взять Эту мать Этих Семи сыновей Маковейских Когда их Убивали На его глазах И просили Еще поговорить С ними Ты поговори Там Скажи Что Так Не надо Себя вести Пускай жертву Принесут Будут Свободны И Ни гнева Ничего Все время Если говорили Как его Напутанное слово Царю То говорили О том Что ждет Его За его Жестокость Он же Жестокий Ну вот Как Люди Должны Поступать Однозначно Мы знаем А сейчас Говорят Ну а как же Там В Донецке Ну в Донецке С одной стороны Неверующие С другой Неверующие О чем Мы можем Думать Конечно Убивают Людей Все это Тяжело Сестра Говорит Давайте Ночью Вставать Молиться За них И все Но Мы-то Положа руку На сердце Должны Знать Что там Люди Неверующие В основном Те которые Никогда Не исполняли Заповедей Ну чем Они там На Украине Лучше Чем В Полтаве Чем Здесь у нас Красноярске Или В Иркутске Да ничем Такие же Грешники Попали В такую Непредвиденную Ситуацию Господь И нас тоже В свое время Проверит Так что Что можем Сделать Мы можем Только благовестовать Это вот самое главное Гуманитарные Помощи идут А главной Помощи нет Помощь Благовестия Листовки Распространяют Сдавайтесь Там и так далее Распространяли Вы вот Листовки Что Отче наш Идите всех христиан Ко Христу Придите ко Христу Покайтесь В том Что вы делаете И сейчас Даже те Кто на Майдане Был Передают Ну сообщения Короткие Ну и много Таких уже людей А зачем Мы там Это все делали На Майдане Стояли Против Беркута Бились Ну вы так говорили За единую Украину Сильную Что там Благосостояние Повысится А у нас опять Олигархи Все захватили Ничего нету Да еще и войну Сделали Вот это мы пришли К этому Так всегда будет Потому что вы Не верующие Вы же не Христа Слушаете А каких-то людей Этого боксера Кличко С Америки Этого Грузинского Бывшего президента Который Напал на соседнее Государство Совершенно Незащищенное Хорошо Что там Россия И так далее Кого слушают Или этого Саентолога Там у них Саентолог Есть один Саентолог Это секта Саентолог Хаббарда Которые Говорят Только О том Что Человек должен быть Здоров Благосостояние Должно быть И как можно Меньше О Христа Вспоминать Конечно Не по Евангелию Основанно И все Только на своем Обе Все Ну Понятая Верующих Люди есть Ну Сколько-то Верующих Есть Поэтому Сейчас мы Мир видим То есть Молятся Конечно Ясное дело Мы видим Мальчик С мамой Ходит На каком стихе Мы остановились На сороковом стихе Пятая глава Сорокового стиха Это следующее занятие Да Следующее занятие А сейчас я предлагаю Спеть Песня пения Как обычно И Композицию Давно не пели Называется Бог есть любовь Бог есть любовь О, какое счастье Бог есть любовь Он нас возлюбил Пусть всякий радостно Поет и славит Его До слави Бог есть любовь Бог есть любовь Он послал нам Сына Бог есть любовь Он избавил нас Пусть всякий радостно Поет и слави Его Бог есть любовь Бог есть любовь Бог есть любовь Мы греху служили Бог есть любовь Он вас Свободил Пусть всякий радостно Поет и славит Его До слави Бог есть любовь Мой Искупитель Меня Избавил Мой Искупитель Меня Простил Тебя Я буду Вечно Петь И славить Я буду Славить Твою Любовь Вот такое Господь Господу Слава Веков Аминь Не успели Стихать? Нет Не помните Не помните Нет Я вообще Ее не слышала А что? Давай Мат Когда у нас Несли пение Я с посудой Вожжусь Достойно И всякого Исему Молоджи Титя Бога Волицу Жизнь Мат И Вы Пренепорочную И Батерь Бога Нашего Честнейшую Херубин И Славнейшую Без сравнения Серафим Безысления Бога Словородшую Сущую Богородицу Теревичания Господи Благодарим Тебя Потому что Ты позволил И в этот день Собраться В этом чудном Доме Благослови Хозяина Этого дома Наполнится Этот дом Людьми Страждущими Жаждущими Слышать Слово Твое А наши Уста Наполни Господи Словами Которые могут Людей Привести К Тебе Как и нас Когда-то Ты нашел В этом мире Грешном Благодарим Тебя Господи За услышанные Наши молитвы За то Что на Украине Наступил Мир Продлей Его Господи Если Возможно И останови Этого Кровавого Бойня Подликай Твою Милость И Благодарю Тебе Хвала Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Спасибо Христос Поставившихся Ну Сегодня У нас Как-то Обычное